Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции. Также продолжаем тему создания мобильных приложений. По плану рассмотрим следующие вопросы. Манифест приложения и ресурсы. Манифест приложения. В корневой каталог каждого приложения под Android должен содержать файл Android Manifest.xml. Манифест приложения содержит всю необходимую информацию, используемую в систему для запуска и выполнения приложения. Основная информация, содержащая в манифесте, это имя Java пакета приложений, который используется как уникальный идентификатор приложения. И следующее, это описание компонентов приложения, активностей, сервисов, приемников широкообещательных сообщений и контент-провайдеров, которые составляют приложения. Для каждого компонента приложения подделено имя соответствующего класса и объявлены их основные свойства. Например, с какими сообщениями намерениями они могут работать. Эта информация позволяет системе Android узнать, какие компоненты и при каких условиях будут быть запущены. Может быть несколько случаев. Определение процессов, в которых будут выполняться компоненты приложения. Объявление полномочий, которыми должно обладать приложение для доступа к защищенным частям API и взаимодействия с другими приложениями. Объявление полномочий, которыми должны обладать другие приложения для взаимодействия с компонентами данного. Список вспомогательных классов, которые представляют информацию о ходе выполнения приложений. Эти объявления содержатся в манифесте, пока идет разработка и отладка приложений перед публикацией приложения они удаляются. Далее, это определение минимального уровня Android, IP или приложения. Список библиотех, связанных с приложением. В файле манифеста только два элемента, Manifest и Application, являются обязательными и при этом встречаются ровно по одному разу. Остальные элементы могут встречаться несколько раз и не появляться совсем. В этом случае манифест определяет пустое приложение. В манифесте элементы одного уровня, такие как Activity, Service, Reservient, Provider, могут исследовать друг за другом в любой последовательнице. Элемент Activity Alleyes является исключением из этого правила. Он должен следовать за соответствующей активностью. Ресурсы. При разработке мобильных приложений необходимо выработать привычку отделять ресурсы приложения от кода. К ресурсам приложения могут относиться изображения, строки, цвет, цвета, компоновки элементов пользовательского интерфейса и так далее. Отделение ресурсов от кода позволяет использовать альтернативные ресурсы для различных конфигураций устройств. Это может быть язык, разрешение экрана и так далее. Для обеспечения совместимости с различными конфигурациями ресурсы необходимо сгруппировать с директорией по типу ресурсов и конфигурации устройства. Полученные директории поместить в папку REST. Для любого типа ресурсов можно определить две группы. Первая определяет ресурсы, которые будут использоваться независимо от конфигурации устройства или в том случае, когда код конфигурации нет подходящих альтернативных ресурсов. Эта группа называется ресурсы по умолчанию. Вторая группа определяет ресурсы, подходящие для определенной конфигурации устройства, размещается в директории с названием, обозначающим данную конфигурацию. Такие ресурсы называются альтернативными. Каждый тип ресурсов необходимо размещать специально под директорией папки REST. Рассмотрим основные из этих под директорий. Анимейтеры содержат XML файл, который определяет свойство анимаций. Они содержат XML файлы, которые определяют анимацию преобразования. Color содержит XML файлы, которые определяют списки цветов. Drawable содержит графический файл или XML файл, который компилируется в графический ресурс ULUART. Содержит XML файлы, которые определяют компоновку элементов в пользовательском интерфейсе. Minio содержит XML файлы, которые определяют все милые приложения. Drawable содержит XML файлы, которые определяют простые значения таких ресурсов, как строки, числа, цвета. Следует отметить, что файлы ресурсов нельзя размещать в папку REST напрямую и не обязательно нужно размещаться в соответствующем каталоге, иначе будет выдана ошибка компиляции. Все ресурсы, которые содержатся в рассмотренных код-директориях, являются ресурсами по умолчанию. Понятно, что различные типы устройств могут требовать различных типов ресурсов. Например, для устройств с разными размерами экрана, компоновки элементов, пользовательские интерфейсы должны отличаться. Чтобы определить независимые от конфигурации альтернативы для множества ресурсов, необходимо создать директорию в каталоге REST присвоить этой директории имя в соответствующей форме, имя ресурса, спецификатор конфигурации, где имя ресурса, имя директории соответствующего ресурса по умолчанию, спецификатор конфигурации, имя определяющего конфигурацию, для которой используется данный ресурс. Полный доступ таких спецификаторов можете увидеть по данной ссылке. Необходимо сохранить ресурсы в новой директории. Файл ресурсов должен называться в точности так же, как соответствующий файл ресурс по умолчанию. Все ресурсы после определения могут быть доступны по ссылке на их ID, которые определены в автоматически генерируемом классе R. Для каждого типа ресурсов в R классе существует подкласс, например, R drawable для всех графических ресурсов, ID ресурса, т.е. в GAMI две составляющие. Тип ресурса. Все ресурсы группируются по типу, например, stream, gray, able, what, имя ресурса, любое имя файл без расширения, либо значение атрибута, андроид, мм, максимум файля для простого значения. Получить доступ к ресурсу можно двумя способами. В коде можно использовать выражение вида R.тип ресурса, точка имя ресурса, например, R.string.how. В XML, использующий специальный XML-синтекс, который соответствует ID в определенном классе, в R классе, например, собачка string.how. Спасибо за внимание. Сегодня мы рассмотрели такие вопросы о МФС и ресурсах, составляющие андроид-приложений.